Путешествуя по Израилю, я посетила галерею израильского скульптора Франка Мейслера, расположенную в квартале художников в Старом Яфа. Думаю, что это уникальное место, которое непременно стоит посетить. Работы из особого сплава золота, серебра и бронзы принесли мастеру мировую известность. Родившись в 1929 году в Данциге, Мейслер переехал на острова Туманного Альбиона, получил степень по архитектуре в Манчестерском университете, а в 1960 году репатриировался в Израиль, где и нашел себя окончательно. Работы Франка Мейслера можно увидеть в галереях разных стран, от Лондона и Иерусалима до Нью-Йорка и Брусселя. Скульптурными группами мастера украшен Шекспировский театр в Стретфорде, памятник Гетману Мазепе в столице Украины, монумент Колумбу в Мадриде. Одним из известнейших произведений Мейслера является памятник Сталину, Рульсвельту и Черчиллю, установленный в центральном районе города Сочи. Художник разработал интерьер первой московской синагоги, построенной в этом столетии, а также скульптуре на стене мемориала «Павшим воином Великой Отечественной войне в Россию». Когда Франк был еще ребенком, ему удалось спастись от нацистов, покинув страну на поезде вместе с другими еврейскими детьми. Его последняя серия скульптур, представленная в пяти городах Европы, повествует историю этого спасительного путешествия. В 2006 году памятник еврейским детям был установлен на станции Ливерпуль, Лондон, и был удостоен наградой «Свобода Лондона». Две дополнительные скульптуры, символизирующие отъезд и путешествия. Киндер-транспорта были сооружены в Берлине и Гданске. Все скульптуры в галерее динамичны и полны жизни. Каждая из них скрывает секрет. Нужно лишь отыскать подвижную деталь и открыть для себя, например, внутренний мир Фрейда или Пикассо, выполнены с доброй толикой авторской иронии. Работы Франка Мейслера можно увидеть в Галилеях разных стран, от Лондона и Иерусалима до Нью-Йорка и Брусселя. С культурными группами мастера украсен Шекспировский театр в Стретфорде, памятник Гетману Мазепе в столице Украины, монумент Колумбу в Мандриде. Наград у прославленного мастера не счесть. Есть и золотая медаль имени Франца Кавки от Чешской Академии Художеств. Но наиболее ценными Мейслер считает всего лишь две – от властей Лондона и Российской Академии. Первый документ разрешает Мейслеру Проплывать под лондонскими мостами без уплаты пошлин исправляет нужду на улицах английской столицы. Оказывается, в Великобритании есть закон, дающий право властям награждать средневековыми привилегиями. «Я этим правом никогда не пользовался и вряд ли буду», – улыбается Мейслер. «Никогда не напивался в Лондоне до такого состояния, чтобы приходилось облегчаться на улице. И лодки-то у меня нет». Второй документ – сертификат о членстве в Российской Академии Художеств. В галерее несколько небольших залах. Каждую скульптуру можно потрогать и покрутить. Они все с секретом. Каждая работа неповторима. Немало оригинальных работ. Тайки – наиболее известная скульптура, Иерусалимская сфера, Иерусалимская стена. Надпись «Из Сиона выйдет Тора, И Слово Божие из Иерусалима». Вечная тема. Куда же мы без Мейск-кусителя? Не то бы мы вымерли, как динозавры. На этом наши путешествия не заканчиваются. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok